В середине октября стартовало обучение в школе для душепопечителей и семейных консультантов «Восстановление целостности» проекта территории ответственности Ассоциации «Эммануил». У студентов впереди два года обучения, 12 модулей, в каждом из которых по три дня интенсивных лекций, общения и практики. Цель школы – подготовить специалистов, которые смогут оказывать квалифицированную помощь людям, имеющим проблемы в сфере сексуальности. Общие душепопечительские вопросы многие преподают, а вот как раз вопросы сексуальности и даже семейных отношений, добрачного консультирования мало кто поднимает, и мы на это направили нашу школу. Наша задача, чтобы были подготовлены люди, которые будут служить тем, кто находится в секс-рабстве или пережили определенное осквернение от этого мира, получили травмы, получили насилие или просто находятся в плену страстей. Здесь служители со всей Украины, разных динаминаций, церквей, служений. Большинство из них уже практикующие душепопечители, психологи. Эти лекции дадут студентам понимание, как эффективно помогать людям обрести свободу и мир с Богом, собой, окружающими. Я работаю непосредственно с душами людей, дети и подростки. Это начало формирования человека в будущем, то, каким он будет в последствии. Поэтому хочу в этом тоже себя учить, развиваться. Мы помогаем людей избавиться от раны через изменение своей ложной обождения. У студентов обучают консультировать людей, имеющих проблемы, о которых, как правило, в христианской среде не упоминают. Поэтому чаще всего таким людям не с кем поговорить и нет куда получить помощь. Когда культура поклоняется сексу, что дьявол хочет? Никаких границ для каждого человека по поводу их сексуальности. А мы в этой войне. Очень редко, когда кто-то из нас не имеет негативных сексуальных переживаний. А если мы не знаем, как бороться с этим, я даже сомневаюсь, что мы смогли бы говорить о Евангелии. Среди анонсированных тем — эмоциональная целостность, корни зависимости, истина о сексуальности и духовном мире, рекомендации, как помочь жертвам физического и сексуального насилия, как служить насильникам, гомосексуалистам, порнозависимым. В списке преподавательского состава около 30 человек из четырёх стран мира. И самая интересная тема для меня, вот эти первые три дня, она меня так вдохновила. Это было то, о чём я мечтала. Организации большое спасибо, потому что это такой великолепный коллектив. Здесь такая обстановка очень добрая, очень позитивная, это очень располагает. Мы планируем пригласить Иоганна Сараймера, Лео Франко, Денис Подорожный, Виктор Куриленко, достаточно известные люди в христианском мире. Люди, которые имеют практический опыт и практику в этой сфере служения. Я буду рада, если наши студенты, во-первых, сами уйдут более исцелёнными в этой сфере, а во-вторых, смогут другим, у которых похожие проблемы, помочь. Полученные знания студенты смогут использовать в церквях, индивидуальном консультировании, а также подключиться к служению анонимного онлайн-консультирования, которое уже проводит движение «Территория ответственности». Мария Курбатова, Новости Сибиен, Украина.